по материнской линии. Политические противники фюрера придумали Алоизу Шикельгруберу таинственного еврейского отца. Бывший генерал-губернатор оккупированных польских областей Обергруппенфюрер СС и СА Ханс Франк после войны утверждал, что отец профессионального антисемита Адольфа Гитлера на самом деле еврей. Ханс Франк составил подробную записку, в которой говорилось. Когда повариха Шикельгрубер, бабка Адольфа Гитлера, родила ребенка, она работала в еврейской семье франкенбергеров в городе Грации. И этот франкенбергер платил ей за своего сына алименты. Следовательно, отец Гитлера был наполовину евреем, а сам фюрер – начетверть. Записка Франка заставила историков вновь исследовать генеалогическое древо Адольфа Гитлера. Но в Грации не удалось отыскать ни одного франкенбергера, который мог быть дедушкой Гитлера. В Грации в ту пору вообще не было ни одного еврея. Да и бабка фюрера по отцовской линии Анна-Мария Шикельгрубер тоже никогда не жила в Грации. Записка Франка свидетельствует об обычной паранойи в среде националистов, где принято подозревать друг друга в еврейском происхождении. В австрийском городе Браунау, где родился Адольф Гитлер, нет и не может быть его музея. И жители этого города совсем не хотят вспоминать своего самого знаменитого земляка. Пожалуй, единственное, что в Браунау напоминает об Адольфе Гитлере – это вот этот камень, доставленный сюда из концлагеря Маутхаузена. На камне начерпано – в честь мира, свободы и демократии. Фашизм и смерть миллионов людей не повторятся. Дважды по поручению Гитлера рейхсфюрер эсэс Генри Гиммлер проводил тайное исследование его генеалогического древа и оба раза почтительно докладывал фюреру, что у него нет оснований сомневаться в чистоте своего происхождения. Разговоры о еврейском дедушке, судя по всему, чистейшая выдумка. Но что же все-таки скрывал Гитлер, если ему не было нужды прятать от соратников мнимых еврейских родственников? Вот здесь, в австрийском городке Браунау, 20 апреля 1889 года, в половине седьмого утра, в семействе Алоиза и Клары Гитлер появился на свет четвертый ребенок. Трое предыдущих умерли. Этот выжил. Через день его крестили и назвали Адольфом. Его братья Густав Иотто и сестра Ида умерли в младенчестве. Клара Гитлер родила ему еще одного брата Эдмунда, а в 1886 последнего из шести детей девочку по имени Павла. Девочка была умственно отсталой, и Адольф Гитлер старался держаться от сестры подальше. Он боялся, что ее душевная болезнь не случайность. Еще когда мы были детьми, во время игр, мой брат Адольф всегда был лидером. Все всегда делали то, что он хотел. У него была сильная воля. Клара родила своего мальчика, которого назовут Адольфом в этом доме. Странным образом он даже сохранился. Клара Пельцель приходила своему мужу Алоизу двоюродной племянницей. И как верующим католикам им пришлось получить для вступления в брак специальное разрешение Ватикана. Историки полагают, что на самом деле Клара и Алоиз находились куда более близко в родстве. Это означает, что Адольф Гитлер появился на свет в результате инцеста. Видимо, он знал об этом. И эта мысль мучила его всю жизнь. Это, возможно, объясняет очевидные отклонения и ущербность его психики. Недаром медицина, боясь патологий, предостерегает против браков между близкими родственниками. Его тетя по материнской линии Йоханна Пельцель, судя по всему, болела шизофренией. Его двоюродный брат Эдвард, сын Терезии Пельцель, был горбуном. Одного из его братьев, скончавшихся в младенчестве, называют имбецилом. Его сестра Паула явно была не в себе, хотя медицинский диагноз ей так и не поставили. Адольф скрывал родство с ней. Гитлер признал только свою сестру, Ангелу Рауболь, и ее детей, потому что они были здоровыми. Известно, что Гитлер сам боялся стать отцом. Не потому ли, что, думал, его ребенок окажется неполноценным? Отец Адольфа Гитлера, аккуратный и педантичный на работе, дома был тираном. С жестким по характеру он мог ударить и жену, и сына. В те времена телесные наказания не считались чем-то необычным. Так что Адольф Гитлер рос в убеждении, что власть утверждают силой. Алоиз Гитлер умер от сердечного приступа 3 января 1903 года. Адольфу было 14 лет. Характер подростка формировался в скрытом противостоянии отцу. Тот много пил и ел. Адольф практически не употреблял алкоголя, отказался от курения, мало ел, хотя обожал пирожные с кремом и взбитыми сливками. Никогда не плавал и не танцевал. Боялся раздеваться на публике и брать уроки танцев, чтобы не выглядеть смешным. После смерти Алоиза Гитлера его вдова Клара забрала детей и переехала в Линц. И вот здесь, в самом центре города, на Хумбольдштрассе, дом номер 31, он спросить можно, сохранился. Она купила квартиру, где растила детей. Когда Адольфа Гитлера перевезли в Линц, ему было уже 9 лет. Но именно Линц он считал своим родным городом. Австрийские немцы, отделенные от других немецкоговорящих стран, создали Австро-Венгерскую империю. Живущие в ней немцы разошлись во мнениях. Кто-то стал австрийским патриотом, а кто-то ратовал за воссоединение с Германией. Гитлер ходил в школу на этой улице, на Штайнгассе. Его одноклассники делились на сторонников Австрии, поклонников Германии. Соответственно, его одноклассники собирали либо фотографии правящей австрийской династии Гамсбургов, либо фотографии Бисмарк. Адольф Гитлер вырос сторонником Германии. Он считал австрийцев неполноценными немцами, а он не хотел быть неполноценным. Он предпочитал играть с младшими детьми, которые признавали его лидерство. Это были военные игры, навеянные романами Карла Мая, который в России почти не переводился. Карл Май, как и многие другие жестокие и одновременно сентиментальные немецкие литераторы, воспел военные приключения и очистительную силу сражений, бескорыстную солдатскую дружбу. После смерти матери Гитлер переселился в Вену и устроился вот в этом доме на Штумпергассе. Дом сохранился, а рядом с ним по странному стечению обстоятельств находится магазин «Мир рептилий», в котором торгуют змеями и прочими симпатичными существами. В этом доме Гитлер снимал комнату, и делил вместе с ним его единственный друг Алгуст Кубицек. Вот здесь началась взрослая жизнь Адольфа Гитлера, в исключительно мужской компании, в которой не было места женщинам. И здесь сложились его представления о мире, который воспринялся как исключительно враждебный и который вознамерился переустроить. А в мае 1906 года Гитлер впервые побывал в Вене, где провел две недели. А в начале сентября 1907 года он вернулся в столицу Австро-Венгерской империи, чтобы стать художником. Судьба человечества пошла бы иным путем, если бы сто с лишним назад Адольфа Гитлера приняли бы Венскую Академию Изящных Искусств. Он приехал поступать сюда по классу живописи, но требования к абитуриентам были очень высоки. Директор Академии Сочувственно сказал Адольфу Гитлеру, что художника из него не получится. Он был, конечно, прав. Но и богу, лучше бы он принял Гитлера. Одним плохим художником стало бы больше, зато миллионы людей остались бы живы. После Первой мировой войны империя рухнула. Австрия превратилась в небольшое государство с семью миллионами населения. Ей запретили объединяться с Германией без разрешения Лиги нации. Мировое общество его не интересовало. Но, собственно говоря, против Аншлюса при соединении Австрии к Германии никто особенно и не возражал. У меня за спиной известное всем исследователям здание... ...архив... ...материалы бывшего руководителя исполкома Комендаря... ...партамент газации... ...это все синий. ...так образовательное. ...синий.